МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА -"Вокзал, как жизненный причал. Он паотически встречает нас из дальних дорог и снова провожает в путь. Он посылает с нами добрых, отзывчивых людей, которые обслуживают нас в вагоне, становятся нашими друзьями. Наш рассказ о поездной комсомольско-молодежной бригаде". Знакомьтесь, Александр Антонович Крупко, начальник фирменного поезда «Запорожье-Киев», в котором, возможно, приходилось ехать и вам. В его бригаде 30 девушек-проводниц, которые делают все, чтобы их железнодорожные путники чувствовали себя как дома. Вот уже скоро два года, как приехала в этот коллектив Лариса Саблина. Инициативная, исполнительная, а главное, что присуще всей бригаде Крупко, с заботой и вниманием относится к пассажирам. Всегда с улыбкой заходит в купе Лена Чуваева. Это ее своеобразная визитная карточка. А там, где улыбка, хорошее настроение и дорога становится короче. Практически все девушки пришли в бригаду из 14-го профтехучилища. Но сегодня основной костяк в ней составляют те, а среди них и Неля Сардак, которые работают со дня открытия фирменного поезда «Запорожье-Киев». Это случилось 24 мая 1979 года. Во всем депо развернулось соревнование комсомольцев за получение права сопровождать пассажирские составы в столицу нашей республики. В этом трудовом соперничестве участвовали многие бригады. Но победителем вышел именно этот коллектив, возглавляемый Александром Антоновичем Крупко. С тех пор бригада неизменно подтверждает свое высокое звание «Лучший в Запорожском вагонном депо». Заслуга в этом и первооткрыватели столичного поезда электромеханика Александра Самоленко, благодаря которому безукоризненно работает вся вагонная электроаппаратура, и проводницы Наде Кнездиловой. Четыре года тому назад пришла в бригаду Мирослава Смук. В любовь к своей работе заранила она и младшей сестре Оксане, которая также окончила профтехучилище, была принята в этот коллектив и тоже приумножает его достижения. Ну а если вся бригада трудится с огромным желанием сделать максимум удобств для пассажиров, никакие даже самые придирчивые дивизоры не страшны. Тамара Андреевна Маловик, ревизор Криворожского отделения дороги, оценила работу поездной бригады самым высоким баллом. Это, конечно, приятно. Но девушкам из бригады Крупко очень уж хочется, чтобы буквально все пассажиры говорили им только спасибо. И в этом тоже, наверное, счастье. Что ж, девушки уже добились этого. Своей работой, своим упрямым стремлением. Разве не говорят об этом благодарности, полученной от пассажиров? Ни много ни мало этих благодарных откликов с начала года на счету у девушек уже около 800. Да, 800 от души высказанных спасибо. Это немало. Но девушки хотят большего, хотят работать еще лучше, быть во всем примером. И это закономерно, ибо в этом вечный закон комсомольцев. Сегодня сделал хорошо, но завтра можно и нужно сделать лучше. Это не приходит само собой. А тем временем поезд прибыл в столицу нашей республики – город-герой Киев. Наступает несколько часов отдыха. И хотя многие из девушек уже бывали в городе, знают его, но Александр Антонович каждый раз не упускает возможности всей бригадой осмотреть новые достопримечательности Киева, прикоснуться к его древней истории. Республика и вся страна готовятся отметить его 1500-летний юбилей. «Город строится, преображается, становится все краше». Об этом и рассказ Александра Антоновича. Редактор субтитров А.Семкин И снова дорога. Поезд возвращается в Запорожье. Вот уже более трех лет водит составы по этому маршруту бригада «Крупко». И за все это время ни одного нарекания пассажиров. Особый успех выпал на долю коллектива в нынешнем году. В трудном трудовом соперничестве девушки завоевали право сопровождать и обслуживать делегатов Запорожской областной партийной организации на 26-й съезд Компартии Украины. Завоевали и успешно справились с этим почетным поручением. И получили только благодарности. Резерв проводников – так называется подразделение вагонного депо, в котором работают поездные бригады. Возглавляет его Тамара Васильевна Струтинская. Работала проводником, бригадиром поезда, нарядчиком, инструктором. С 1976 года начальник Запорожского резерва проводников. Всего 30 лет на железной дороге. Такие беседы с Тамарой Васильевной после рейса – хороший заряд для будущей работы. А ведь Крупко уже в четвертый раз избирается членом партийного бюро резерва, является членом комитета профсоюза вагонного депо. Такое активное участие в общественной жизни коллектива очень помогает ему в кропотливой наставнической работе. И как приятно, когда этот труд находит достойное вознаграждение. Эти кадры, снятые во время вручения бригаде, выемпыла за третье место в социалистическом соревновании поездных бригад Приднепровской железной дороги. И снова вокзал. Он поэтически встречает нас из дальних дорог и снова провожает в путь. Он посылает с нами добрых, отзывчивых людей, которые помогают нам, становятся нашими друзьями. Субтитры создавал DimaTorzok Дианасток Редактор субтитров А.Семкин Это наша с тобой земля, Это наша с тобой биография.